Главное новшество, по словам налоговиков, срок оплаты имущественных налогов. Заплатить их в этом году нужно до 1 декабря. Все собственники какого-либо имущества узнают о своих начислениях этой осенью. Правда, разными способами. Одни, как и прежде, получат уведомления и пойдут за ними на почту. А вот те, кто подключились и, главное, пользуются личным кабинетом налогоплательщика для физических лиц, узнают о сумме налога через электронный сервис и смогут оплатить налог, так сказать, онлайн. В данном случае налогоплательщику будет направлено налоговое уведомление через личный кабинет. Таких налогоплательщиков у нас 26 247. Эти налогоплательщики получат уведомления через личный кабинет, за исключением тех, которые изъявили желание получить уведомление в бумажном виде и об этом сообщили через личный кабинет. Это уведомление о том, что налогоплательщик желает получать уведомления на бумажном носителе, надо было сформировать в личном кабинете и отправить в налоговый орган до 1 сентября. На сегодняшний день по имущественным налогам сформировано 120 313 уведомлений на общую сумму 179 миллионов рублей. Что касается ставки налогов, то они существенно не изменились. Но более подробно со ставками и льготами можно ознакомиться на сайте налоговой инспекции. Кстати, если в 2014 году пенсионеры-льготники имели льготы на все свои объекты, то в 2015 году государство предоставляет льготу только на один объект. То есть нынче, если пенсионер-льготник, инвалид, участник войны, боевых действий, имеет две квартиры, то за одну из них он получит налог. И еще, в этом году владельцы имущества получат единые налоговые уведомления. В финансах укажут все объекты собственника – машину, квартиру, землю, дачу и налоговые начисления на них. В налоговом уведомлении, которое получат налогоплательщики, произведен также расчет имущественных налогов. Как расчет земельного налога, как расчет на имущество, так и расчет транспортного налога. Здесь будет указана налоговая база. Для земельного налога это будет кадастровая стоимость. Для имущественного налога это будет инвентаризационная стоимость. Для транспортного налога это мощность транспортного средства. Также будет указываться доля, в налоговом уведомлении указана доля в праве собственности, указывается налоговая ставка, количество месяцев владения и отсюда выводит размер налоговых льгот, если налогоплательщик заявил льготы. И из этого расчета предъявляется сумма исчисленного налога. Если, получив уведомление, налогоплательщик не согласен с расчетом, то необходимо заполнить специальное заявление, которое можно отправить онлайн или принести лично в налоговую инспекцию. Часы работы которой – понедельник, среда с 9 до 18 часов, вторник, четверг с 9 до 20 часов, пятница с 9 до 16.45. Кроме того, рабочими являются каждая первая и третья суббота месяца. На что еще хотелось бы обратить внимание? На то, что с 1 января 2015 года пунктом 2.1 ст. 23 Налогового кодекса введена новая обязанность для физических лиц сообщать о наличии объектов собственности в налоговый орган по месту жительства, либо по месту нахождения этих объектов в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отношении данных объектов налогообложения за период владения ими. Такое уведомление налогоплательщики обязаны, еще раз подчеркиваю, представить налоговый орган до 31 декабря 2016 года. А вот наказание за неуплату налога не изменилось. После 1 декабря тем, кто не оплатил имущественные налоги, будут начисляться пении за каждый день просрочки.